Добрый вечер, зовут меня Дмитрий Степанов и последние полтора года я занимаю позицию директора по продуктам объединенной компании Афиши и Рамблера и отвечаю за развитие всей продуктовой линейки нашей компании, в частности это сайт Афиша, возрождающийся портал rambler.ru и один из самых влиятельных и самой цитируемой российской онлайн-СМИ лента.ру До объединения Афиши с Рамблером я курировал все диджитовые инициативы компании Афиша, занимался маркетингом всех продуктов компании Афиши, всех журналов, всех сайтов, а также продюсировал пикник Афиши. Мне повезло, благодаря тому, что мне повезло иметь отношение к одним из самых ярких, одним из самых успешных российских медийных брендов, благодаря чему я был в первых рядах российского медиарынка. У меня была возможность наблюдать изменения российского медиапространства, то, что называется, из первого ряда. И одним из таких наблюдений, которые лично для меня являются одним из важнейших источников оптимизма, мне сегодня хочется с вами поделиться. Надеюсь, что таким же источником оптимизма это мое наблюдение станет для вас. К середине 2000-х в российском обществе сложилась поразительная ситуация, которую наиболее точным образом описал в своей колонке в журнале Афиши мой друг и коллега Юрий Сапрыкин. Он описал Россию как сумму двух практически суверенных, независимых государств. Государство Шансона и государство Айфона. Двух обществ со своими амбициями, каждый со своими амбициями, каждый со своим образом жизни, каждый со своими героями, со своей эстетикой и набором ценностей, которые все вышеперечисленные определяют. Наблюдение, безусловно, верное, однако, как мне кажется, таких России за последние несколько лет народилось существенно больше. Это и Россия, собственно, Первого канала, это Россия СТС, это Россия журнала ЕС, Россия журнала Космополитен, собственно, Россия Афиши и так далее. Причем каждый из этих Россий отказывается налаживать какие-либо дипломатические отношения со своими соседями. В каких-то случаях отказывается признавать даже наличие этих самых соседей, отказывается учитывать их возможности и интересы, старается максимально загерметизироваться, старается максимально отгородиться, стоят звуконепроницаемые гигантские стены. Ситуация, учитывая то, что все эти России сегодня существуют в рамках одной географии, ситуация, согласитесь, довольно опасная. А связность разных частей российского общества ослабла настолько, что вот с этим знаменитым плакатом, который впервые был продемонстрирован на одной из первых демонстраций петербургских в защиту честных выборов, с этим вот плакатом сегодня могут выйти на улицы жители любого из перечисленных на предыдущем слайде государств. Причиной такой дезинтеграции российского общества является, на мой взгляд, разочарование в диалоге, разочарование в дискуссии, как в способе отстаивания собственных интересов, как в способе решения собственных проблем. Дискуссия, которая была свежей, весьма эффективной в начале 90-х, к концу 90-х, к сожалению, начала вызывать у многих из нас усталость, а у части из нас даже раздражение. Всем хотелось меньшего числа слов, всем хотелось реальных, больших дел. Во многом этим запросом и сформировано, во многом на этот запрос и ответила, или, скорее, попыталась ответить сегодняшняя властная элита. Отказ от диалога в какой-то момент был буквальным образом задекларирован одним из первых лиц государства, спикером Верхней Палаты Российского Парламента. Все мы помним его знаменитое заявление о том, что парламент это не место для дискуссии. Свой вклад, к сожалению, внесло телевидение. Телевидение, которое до последнего момента являлось, по сути, единственным по-настоящему массовым медиа, и которое все 90-е являлось важнейшей и, разумеется, самой крупной медийной площадкой, самой крупной дискуссионной площадкой, в начале 2000-х эту свою функцию утратило и, по сути, превратилось в инструмент развлечения и пропаганды, что, разумеется, способствовало, поскольку была потеряна такая массовая дискуссионная площадка, что, безусловно, способствовало дезинтеграции разных частей российского общества. Кроме всего прочего, подавляющая часть, к сожалению, вот этих сообществ испытывала проблемы и в обмене идеями, мнениями со своими коллегами, со своими друзьями, с другими какими-то сообществами за рубежом. В силу, разумеется, визовых барьеров, в силу языковых барьеров, в силу высокой стоимости путешествий, высокой стоимости перемещений. Во второй, в половине 2000-х произошел качественный слом российской медиасреды. Слом этот был связан прежде всего с появлением альтернативных, массовых, децентрализованных, высокотехнологичных дискуссионных площадок, по-настоящему таких средств массовой информации нового поколения. Эти средства массовой информации появились как бы ниоткуда, и буквально через 3-4 года после своего появления превратились в полноправных соперников за внимание аудитории, полноправных соперников вчерашним монополистам. Эти средства массовой информации смогли предложить разным государствам российским, смогли предложить инструменты эффективной коммуникации, смогли стать по-настоящему серьезными дискуссионными площадками. Сам интернет, который в начале 2000-х был забавой небольшого числа физиков и лириков, к концу 2000-х превратился в медиасреду куда более естественную для молодого поколения, чем телевидение, радио и печатная пресса вместе взятые. Кроме всего прочего, в последние годы, может быть даже в последние полгода, я бы сказал, в разных частях российского общества, в разных Россиях начали появляться люди, которые поняли, что диалог между этими разными государствами суверенными, между разными частями российского общества, он необходим, и были готовы этот диалог начать, и были готовы вести его, и умели его вести, были готовы вести его на каком-то новом качественном уровне. Один из примеров, который меня лично вдохновил, это пример вице-мэра города Москвы Александра Горбенко, который около недели-полторы назад пришел на нишевой небольшой канал Коммерсант ТВ, и в течение часа подробно, внятно, аргументированно и порой весьма убедительно отстаивал позицию города Москвы в части тех митингов, которые сейчас проходят. Для меня это произвело очень серьезное впечатление, поскольку, наконец, такая самая серьезная во всех отношениях часть российского общества вроде бы научается не только вести монологу, то есть монологом она владела в совершенстве, но научается вести и диалог тоже. Другой пример, пример тоже буквально двух-трехдневной давности, это круглый стол, который прошел на стиле «Стрелка», круглый стол, посвященный будущему пространства Красного Октября, на котором собрались люди с разным культурным багажом, разными целями, разными ценностями. Это представители правительства города Москвы, это представители девелопера, представители так называемой творческой, креативного класса, творческой интеллигенции, и все вот эти три аудитории, все эти три силы попытались совместным образом в публичном поле разобраться, каким, собственно говоря, должен быть вектор развития этого пространства. Тоже, на мой взгляд, поразительная история. То, что мы сегодня наблюдаем, я назвал таким странным словом разгерметизация, кажется, что вот эти разные части российского общества, которые совсем недавно казались предельно герметичными, которые совсем недавно не замечали друг друга и предпочитали жить в каких-то таких своих идеальных, с их точки зрения, мирах, начали осознавать, что совместными усилиями, усилиями вместе со своими сегодняшними оппонентами, они могут построить куда более благополучное будущее для себя и своих детей. Таким образом, сегодня мы являемся с вами свидетелями построения, зарождения нового, по-настоящему открытого, по-настоящему прозрачного, высокотехнологичного медиапространства рынка идей и мнений. И на любом таком рынке, прозрачном, открытом, вне всякого сомнения, будут побеждать наиболее актуальные, наиболее эффективные, наиболее конкурентоспособные идеи. Ну а дальше уже станет вопрос уже об их воплощении. Все это не может не вызывать оптимизма. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...